И всем привет, меня зовут Лена и сегодня я хотела бы поговорить с вами о фильмах. На дворе лето, а это значит, что все школьники вышли на каникулы, а студенты сдают свои последние экзамены. И многие не знают, чем заняться, помимо того, чтобы купаться и загорать. А я вам предлагаю посмотреть или пересмотреть ваши любимые фильмы и премьеры, которые выйдут в этом году. Итак, так, 15 вопросов о фильмах. Итак, первый вопрос. Фильм, который вы готовы пересматривать несколько раз? Я готова пересматривать многие фильмы несколько раз, но есть один, который я уже пересмотрела миллионы тысяч раз. Ну, конечно, не миллионы, но... Если бы это была жизнь муравья, то в его жизни это было бы точно миллионы лет. Но все равно, когда я его просматриваю, я получаю огромное удовольствие от его просмотра. Фильм из 13 в 30. А ваш любимый фильм о любви? Вообще, все девушки любят романтические фильмы, и я тому не исключение. Я люблю такое. Да. Вообще их много. Но я хочу выделить великий Гэтсби. Ваш любимый фильм, снятый на основе книги, то есть экранизации. Многие знают, что в последнее время снимают очень много фильмов по книгам, как по бестселлерам, так по старым книгам. Многие мои любимые фильмы именно экранизированы из книг, поэтому в этом вопросе я хотела бы выделить до встречи с тобой, которая выйдет совсем скоро, а именно 7 июля. Это будет потенциально мой любимый романтический фильм. Я работаю. Шучу, я развлекаюсь. Ваши любимые декорации или место из фильма, где вы хотели бы побывать? Я хотела бы упомянуть два места. Первое. Это, конечно же, Нью-Йорк. В нем, мне кажется, сняты все самые клевые, крутые фильмы, которые я люблю. И вообще, мне кажется, нет человека, который не хотел бы побывать в Нью-Йорке. Второе место. Если вы смотрели фильм «Последняя песня». Если не смотрели, обязательно посмотрите. Мне безумно нравится оттуда саундтрек. Вот пляж, который там показывают. Я безумно люблю его, потому что я его встречала не в одном фильме. И он очень клевый. Фильм с самым неожиданным финалом. Я не люблю, когда спойлерят. Ну, нет, есть люди, которые любят знать, что будет. Но я не очень люблю, и поэтому не буду спойлерить. Потому что, если я скажу, что этот фильм с неожиданным финалом, для вас не будет шоком, что там неожиданный финал. Мне кажется, вот так вот, отрешаясь от сюжета фильма, в фильме «Иллюзия обмана» уже по названию понятно, что он будет неожиданным. Надеюсь, вы смотрели. Кстати говоря, скоро выходит вторая часть на экраны, и я ее безумно жду, потому что от первой я просто в гигантском восторге. Самый странный непонятный фильм, который вы посмотрели. Это будет очень неожиданный фильм «Советник». Он довольно-таки новый, по-моему, 2015 года. Он очень крут набором своих актеров. Но содержание – это просто что-то сумасшедшее. Посмотрите, если вам хочется чего-нибудь непонятного. Фильм, который вы рекомендуете. Я бы порекомендовала очень много фильмов, потому что я сама очень люблю смотреть фильмы, особенно премьеры в кинотеатрах. Я думаю, если вы зайдете хотя бы на тот же «Кинопоиск» и посмотрите все фильмы, которые в топе 250, вы найдете там для себя немало очень клевых фильмов. А перечислять фильмы, которые я вам порекомендую, я могу бесконечно. Поэтому смотрите «Кинопоиск» и выбирайте то, что вам по вкусу. Кажется, у меня сопля вынесла. Фу, у нее есть сопль. У девушек же не бывает соплей. Фильм, который вас вдохновляет. Наверное, в каждом фильме можно найти что-то, что вас будет вдохновлять. И для каждого человека каждый фильм приносит что-то свое. Даже какие-нибудь дебильные сериалы или дебильные фильмы. Они вас тоже на что-то вдохновляют. И это очень здорово, что даже плохие фильмы умеют вдохновлять. Пиар плохих фильмов. Смотрите плохие фильмы! И следующий вопрос. Любимый многосерийный фильм-сериал? Это же, безусловно, сплетница. Я его люблю. Все. Ваш любимый короткометражный фильм? Я не так много смотрела короткометражек. Наверное, самое запомнившееся мне это короткометражка «Бумажный человек». Следующий вопрос. Ваш любимый мультфильм? Мне кажется, по одной фразе... Да, безусловно, Валли. Самые нелюбимые фильмы? Я очень не люблю ужасы. Я выделю два фильма моих самых нелюбимых. В сфере ужасов они, наверное, очень клевые. Это «Заклятие» и «Кукла Аннабель». Кстати, «Заклятие» – вторая часть. Кто любит ужастики, скоро выходит. Фильм «Ожидание». Отряд самоубийц. Тайная жизнь домашних животных. И очень необычный фильм «Без ума» от Тиффани. Последние понравившиеся фильмы, которые вы посмотрели в кинотеатре. Безусловно, «Алиса в стране чудес». Только она не «Алиса в стране чудеса», а «Алиса в зазеркале». Ну, «Алиса в стране чудеса» – это, кстати, тоже безумно крутой мультик. Я вообще люблю все такое психоделическое. И еще один – это «Первый мститель противостояния». И последний завершающий вопрос. Что я хочу посмотреть этим летом? Безусловно. Это фильмы, о которых я уже говорила. И можно этот вопрос сконнектить с вопросом, который был чуть ниже. То, что я очень хочу посмотреть. «Иллюзия обмана 2». И до встречи с тобой. Кстати, оставляйте свои любимые фильмы в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. И, может быть, я найду что-то интересное для себя. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Смотрите фильмы. Хорошего вам лета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok